Здравствуйте! В России волонтерское движение стало зарождаться в конце 80-х годов, хотя существовало оно всегда. Например, служба сестер милосердия, Тимуровское движение, всевозможное общество охраны природы и памятников. Ну, чем не волонтеры? В июле 2013 года 20 лучших волонтеров из Архангельской области работали на Всемирной летней универсиаде в Казани. Организатором выступил Центр подготовки волонтеров Северного Арктического Федерального Университета. По каким принципам строится работа наших волонтеров? Об этих делах поговорим с директором Центра подготовки волонтеров САФО Марией Кумбышевой. Маша, здравствуйте! Здравствуйте! Сначала расскажите нам, кто вообще такие волонтеры, кто идет в волонтеры и в чем их миссия? Мы начнем с того, что возраст волонтера не ограничивается ничем. Единственное ограничение это 80 лет, наверное, только для того, чтобы заключить с ними договор и застраховать их жизнь и здоровье. Дальше страховые службы, к сожалению, отказываются это делать. Это если говорить именно о больших крупных мероприятиях. Ну и, конечно же, волонтер это человек с особым повелением души, скажем так, который готов внести свой вклад в большое и нужное дело. Что такое волонтерская организация? Это какая-то официальная? И по каким признакам у нас мы можем назваться волонтерами? Волонтерская организация это любая организация, которая привлекает труд добровольцев вообще. Соответственно, это может быть официально зарегистрированная НКО, это может быть неофициальная инициативная какая-то группа, которая работает на различные социальные проекты и не только. То есть они могут собраться и потом разойтись, да? На какое-то мероприятие собраться? Фактически, да. Вы знаете, можно услышать мнение, будто волонтеры это такая дешевая рабочая сила. И задача заткнуть дырки в каких-то социальных брешах государства. Вы с этим как? Согласны? Наверное, нет. Конечно же, нет. Для меня функция волонтерства вообще она более такая воспитательная. Ведь волонтеры идут в основном молодые люди. И здесь ребята приобретают навыки, знания определенные, да? И воспитывают себе очень хорошие качества, человеческие качества, отзывчивость, ответственность, добросовестное отношение к своему делу и так далее. И вот здесь после того, как человек прошел школу волонтерства, он становится настоящим гражданином, настоящим хорошим другом и товарищем. То есть волонтер, он готов потратить свои силы, время на пользу обществу или конкретному человеку? Конечно, да. Все правильно. Так мы тратим волонтерство. И это еще синоним добровольчества, да? Это абсолютный синоним. Это просто перевод. Волонтер от французского волонтера доброволец. Доброволец. Волонтер не требует денег за свою работу? Да. За свою помощь? Правильно. Но неправильно думать, что волонтер ничего не получает за свою помощь. Кто-то получает эмоции, кто-то получает отдачу, да? Кто-то ощущает свою значимость. Это тоже важно. Молодые волонтеры, они практикуют, например, знание английского законавыки, да? Люди постарше, для них очень важно почувствовать себя частью крупного мероприятия и, может быть, даже почувствовать себя снова молодым. У нас есть такая категория серебряные волонтеры. Это люди пенсионного возраста. Вот они до 80 лет работают на самом деле, да? 77 есть такие волонтеры. А много у нас их в Архангельской области? Серебряных волонтеров? Достаточно, я бы сказала, да. И они с открытой душой идут к нам на обучение, идут к нам на различные проекты, работают. И очень интересно их интегрировать в различные проекты, например, в работе с детьми, в работе с детскими домами и так далее. Они очень открыты и всегда рады нам помочь. Много ли волонтерских организаций в Архангельской области? На самом деле, да. Просто многие из них не зарегистрированы. Если так посчитать, я думаю, что там около сотни наберется. Благотворительный фонд и волонтерская организация, мы ставим знак равенства? В каком-то смысле, да. Волонтерская организация, как я уже говорила, это организация, которая привлекает труд добровольца. Соответственно, благотворительный фонд, он тоже может привлекать труд добровольца. Ну, например, фонд «Подари жизнь», да, всемирно известный фонд, он постоянно работает на основе помощи добровольца. Ну, таким образом. Ваш первый, может быть, нашумевший проект, ну, по крайней мере, о том, о чем говорили СМИ, это работа волонтеров в Лондоне. Да. Вы организовывали эту работу. Каким образом? Мы организовывали набор и отбор. Ну да, со своей стороны, естественно. Конечно, да. Вообще, наверное, знаете, да, что на игры в Лондоне отправились 104 человека из России, а из них 4 были из Архангельской области. По всей России создано сейчас 26 волонтерских центров, которые базируются в вузах или в СУЗах. Каждый из них провел свой небольшой отбор, после чего 200 человек приехали в Сочи на слет для волонтеров. И там уже произвелся окончательный отбор, где были отобраны как раз 104 человека. Вот что привезли, какой опыт, какие там бесценные навыки после Лондона? Чем-то поделились, как-то вы свою работу скорректировали? В первую очередь, ребят очень зацепило отношение к волонтерам именно в Лондоне. Там лозунгом волонтерской работы, скажем так, было «inspired generation», вдохновляя поколение. И на работу на игры привлекались очень разные люди, да, и даже разных возрастов. И к волонтерам относились как к равным, как к организаторам. Они назывались «games makers», то есть те люди, которые делают игры, никаким образом не отличались от организаторов, труд которых оплачивается. И фактически человек, который приходил на игры, он не знал, волонтер ли это или оплачивает персонал. Вот это интересно. И это на самом деле очень многому учит тому, как именно нужно относиться к волонтерскому труду, потому что он на самом деле наравне с тобой работает. Он может быть даже опытнее, чем ты. И здесь его нужно, конечно же, уважать и всячески поддерживать его такое доброе начало. Ну это мы можем говорить вообще об отношении к волонтерам в России и на Западе. Все-таки у них там более развитое это движение. Конечно, да. Но достаточно развито на Западе. У нас еще только вот зачатки, и люди все равно по-разному относятся к волонтерам. Я бы сказала, что у нас не то чтобы зачатки, у нас просто оно по-другому строится. Наши волонтеры больше задействованы в каких-то именно проектной деятельности. Там же волонтером может стать человек просто, который хочет накормить бездомных. Он приходит в организацию, которая занимается тем, что готовит обеды для бездомных, говорит, у меня есть такое-то время, я хочу вам помочь. И без проблем, пожалуйста, его одевает в специальную экипировку и предоставляет ему работу. У нас же чаще всего пишется в какой-то волонтерской организации какой-то социальный проект, в который подключаются уже конкретно волонтеры. Но это ведь еще инициатива собственная, внутренний позыв такой у человека, да? Конечно. То есть, наверное, все-таки там больше сознательных людей. Да, да. Если так, то у нас полтора процента пока людей занятых волонтерской деятельностью. Кто готов заниматься волонтерской деятельностью. Да, в США там уже к 20% подходит, например. Ну, просто потом такая культура, скажем так. Ну, и сейчас вот была Казань, универсиада в Казани. Как отбирали волонтеров? По каким критериям? В силу того, что наша квота была совсем невелика, это всего лишь 20 человек. Ребята были те, кто работает с нами уже на протяжении долгого времени. Работают и в волонтерских проектах, и просто курируют волонтерские группы. Те, кто уже, возможно, съездил на тестовые игры в Сочи в этом году или в прошлом сезоне. Естественно, каждый из них проходил процесс регистрации, проходил интервьюирование со стороны Казани. Ну, и, естественно, на нашем уровне тоже проходил отбор небольшой. Ну, а человеческие качества, личные? Какие нужны волонтеру? Ответственность обязательно, исполнительность, уважение. Человек должен очень хорошо улыбаться и понимать, что он лицо принимающей стороны, лицо универсиады, лицо Ильи 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 в Сочи. Чем занимались наши архангельские волонтеры в Казани? Мы работали на двух объектах, это Санкт-Петербург и Олимпийц. Центры волейбольные. Мы работали в основном на волейболе. Соответственно, ребята работали на транспорте и проверяли билеты, и рассаживали зрителей в зале. Кто-то работал в штабе и регистрировал волонтеров, выдавал им мотивационные пакеты. Кто-то работал так называемым SWOT Team, то есть команда быстрого реагирования. Когда волонтер заболел или просто не вышел на смену, человек заменяет его на любой совершенно позиции. Напряженный день строится у волонтера на таких больших мероприятиях? Достаточно, да. Многим приходилось оставаться на две смены, смену с 8 до 11 вечера. Две смены, получается. Особенно, когда проходили финальные игры, там, конечно же, поток зрителей был огромен. 5,5 тысяч зрителей смещают объект Санкт-Петербург, и ребятам приходилось справляться с большими очень... Такая стрессоустойчивость должна быть в человеке, да? Обязательно, обязательно, да. При этом нужно, опять же, быть вежливым и суметь сдержать напор человека, если он чем-то недоволен, особенно зрителей. А вот чему вы научились? Какой опыт отсюда почерпнули? Может быть, как-то подкорректировали свою работу? Посмотрели, чего вы еще не можете? Ведь впереди Сочи. Самое главное для волонтера, когда он идет на какое-то мероприятие, это ощущение того, что он должен быть нужным там. И, конечно же, не нужно запасаться, скажем так, волонтерами, когда многие из них считаются без дела, скажем так. Нам повезло таким образом, что наши волонтеры всегда работали на играх в Казани, но многие ходили, ну, просто скучали, откровенно говоря. Но это же вопрос к организаторам, да? Конечно, конечно. Но и нам то же самое. Мы же тоже организуем различные мероприятия и тоже привлекаем труд волонтера. И мы всегда понимаем, что ему нужно быть занятым чем-то, иначе он просто второй раз не придет. Понимать, что он нужен, да. Конечно. А какие-то неожиданные такие случаи были в Казани? Были. Были интересные случаи, когда ребятам приходилось применять свои организаторские навыки и вообще навыки коммуникации. Например? Ну, еще до начала игр приехала российская сборная на тренировку, и их очень требовательный тренер сказал, где здесь чай-кофе. На тот момент все буфеты были закрыты, и нашему волонтеру пришлось искать, изыскивать где-то кофе в непонятных закоулках. Мало того, девушка нашла чашку кофе, хорошего вареного, с конфетами, с шоколадами, со всем. В общем-то, в тот день был товарищеский матч между сборными Украины, по-моему, и России. Россия выиграла 4-0 тогда. Ну и тренер, проходя мимо, сказал, вот видите, кофе работает. Да, кофе работает. Ну, здорово, да, выкрутилось, не ударилось лицом в грязь. Это, в общем, это уже оценка, значит, исправился. И уверенность такую придает. Хотя это не входило в обязанности. Конечно. Вот вы можете оценить сейчас подготовку волонтеров, студентов САФУ? Соответствует ли вы будете международной олимпиаде? Как показали тестовые соревнования, функции нас оценивают на отлично. То есть на 5 баллов из 5. Наши волонтеры, да, действительно, они очень многие хорошо говорят на английском языке. Это обязательно, да, на международной олимпиаде? Это очень желательно. Мы понимаем, что очень трудно со всей страны набрать 25 тысяч человек, которые будут идеально говорить на английском. Но, тем не менее, да, это предпочтительно. Да, и навыки коммуникации, конечно же, у них очень хорошо развиты. Они всегда стремятся помочь, всегда очень открыты и отзывчивы. Так что я бы тоже оценила на очень высокое цену. Набор на олимпиаду Сочи 2014 закончен. Верно. Да, сейчас у вас какой период идет работы? Буквально сейчас, в эти минуты, у нас идет тренинг моей игры. Подробности. Ребята проходят обучение. Это вторая волна. То есть первых 200 человек мы уже обучили. Сейчас еще 300 человек проходят у нас обучение. Сколько отправится из Архангельска? От нашего центра отправится 350 человек. И они в течение еще полугода будут усиленно заниматься? Нет. Тренинг проходит всего три дня. После этого идет процесс аккредитации. Когда функции одобряют, не одобряют каких-то конкретных кандидатов. И также отдаются списки на аккредитацию службам безопасности и так далее. Что это за 350 человек? Какой возраст? Чем будете заниматься в Сочи? Наши функции транспорт и спорт. 300 человек поедут на транспорт и всего лишь 50 на спорт. Это совершенно разный возраст. От 18 до самому старшему нашему 76 лет. Откуда, интересно, что за человек? Если я не ошибаюсь, это Холмогорский район. Пенсионеры тоже, я как говорила, открыты очень к этому и очень заинтересованы в этом. Есть и работающие люди, причем такие значимые люди, судьи, даже есть кандидаты олимпийские, медалисты. Это возможность вообще побывать внутри, повариться в этих... Это вообще очень уникальная возможность. Увидеть игры не просто со стороны, как зритель, а именно увидеть всю кухню, как это все готовится, пообщаться со спортсменами, конечно же, все равно это удается. Ну и прикоснуться к такому событию. Ну, в чем будет заключаться ваша работа? Вот вы сказали, транспорт. Волонтеры транспорта занимаются распределением транспортных потоков, работают на информационных транспортных стойках, заказывают автомобили, автобусы и так далее. Кто-то работает на парковке, тоже, кстати, очень важная функция. Провожают спортсменов от транспорта, от шаттла до шаттла, до места проведения соревнований и так далее. Где будете проживать, уже знаете? Знаем условия, в которых будем проживать. Это будут новостройки, квартиры после проживания нами там будут отправлены в социальную ипотеку. Квартиры, двушки, трешки, значит, там будут... Комфортно достаточно. Достаточно комфортно, конечно, да. Внизу шатры, где можно проводить массовые мероприятия и, конечно же, питаться. Я знаю, что вот в Лондоне, ребята, рассказывали, рабочий день там чуть не в 6 утра начинался. У вас, наверное, тоже такой напряженный график был. Да, дело в том, что проезд в Сочи это достаточно проблематичный вопрос. Вот, по крайней мере, по опыту тестовых соревнований ребята вставали в 5, выезжали в 6 и добирались только, дай бог, в 8-9 на работу. Но сейчас, конечно, будет полегче на играх с вами непосредственно, потому что места проживания будут размещены поближе. Рядом. Но вы сейчас уже можете с уверенностью сказать, что ваша команда, наши архангельские волонтеры готовы к работе на Олимпиаде Сочи 2014. Конечно, конечно. Готовы. Отлично. А чем вы можете привлечь вообще волонтеров в свое сообщество? Что вот вы всегда говорите? Вступайте в ряды волонтеров. Почему? Если говорить конкретно об Олимпийских играх, здесь определенная понятная мотивация. Да, здесь понятно. Ну и тем более набор закончен. Конечно, да. Если говорить про конкретные мероприятия и наши проекты, то здесь в душе каждого находится тот уголок, скажем так, который откликнется на определенный какой-то социальный проект. В любом случае человек хочет либо помочь ребенку, либо помочь пенсионеру. Либо, если забыть о социальной части, то помочь в проведении какого-то фестиваля или массового мероприятия. Так, например, на фестивале уличных театров тоже работают наши волонтеры. Да, кстати, к вам обращаются организаторы фестивалей, да? Конечно, конечно. И просто оказать волонтерскую помощь, да? Да, да, да. То есть мы сейчас все говорили больше о спортивных мероприятиях, на которых вы работали, на которых вам предстоит работать. А дальше-то вы как будете свою работу строить после Сочи? Сейчас мы работаем над тем, чтобы создать сеть волонтерских отрядов, молодежных волонтерских отрядов в районах нашей области, которые потом бы взаимодействовали и организовывали совместные какие-то мероприятия и проекты, так, чтобы волонтерское движение проникло во всю область нашу. То есть вы уже планчик работы какой-то себе составляете, да? Естественно, да. Мы уже написали этот проект, защитили его и уже непосредственно работаем. В октябре, да, у нас намечается слет для организаторов волонтерского движения, с которыми мы будем проговаривать конкретные дальнейшие шаги нашего сотрудничества. То есть центр будет жить, развиваться, несмотря на то, что он был создан именно под Сочи, да? Конечно, да. Кроме того, после Сочи еще куча разных спортивных и неспортивных мероприятий, которые тоже не будут нуждаться. Да, волонтеры будут востребованы. Обязательно. В том числе и пенсионеры, и активы людей любых профессий, любой социальной категории. Абсолютно. Вы, наверное, слышали о законе, который обсуждается в Госдуме, о законе о волонтерах. Да. Как относятся волонтеры вашего центра, молодежь, вот к этому законопроекту? Мы не просто слышали, мы даже участвовали в общественных обсуждениях, которые проходили с помощью Ростелеком. Наше мнение, что закон пока еще сыроват, в нем очень много неточностей, в формулировках, в определениях. Так, например, не могут определиться, что такое волонтерская организация, волонтерское объединение. Хотя это что-то совсем похожее, но тем не менее. И очень интересно, конечно, узнать, как будет выстраиваться механизм самого действия этого знакона, потому что там предусматриваются определенные компенсации волонтерам за потраченные ими, например, те же самые средства на мобильную связь. Маша, я проживу, а помните, была такая волонтерская книжка? Да. Она работает, кстати? Она работает, да, ребята у нас активно собирают в ней записи. Это на самом деле хорошая... Это для студентов, да? В основном для студентов, но и пенсионеры тоже очень любят собирать. Это просто в качестве памяти, наверное. Для студентов это... Ну, такое некое портфолио еще. Да. А для студента это хорошо, например, при приеме на работу подтвердить свои опытные навыки. Когда человек приходит и показывает, я работал на Олимпийских играх и был там, предположим, менеджером по транспорту, ну да, или помощником менеджера по транспорту. Здесь это же что-то говорит, конечно. Понятно уже, да, что он понимает, как организовать работу. Но вообще закон о волонтерах, он нужен, вот ведь? Конечно, нужен. Нужен, думаете, да? Нужен, я думаю, что нужен. А что нужно вам узаконить? Определиться с понятиями и отношением волонтерской организации или организации, которая привлекает волонтерский труд, и волонтер. Потому что здесь, к сожалению, иногда получается такое потребительское отношение к волонтерам, когда организация, ну, взамен совершенно ничего не хочет предоставлять. Мало того, даже проезд и питание не могут волонтеру оплатить, что очень обидно, потому что ребята не должны на это тратиться. Ну и чтобы не было такого скептического, наверное, отношения у населения к волонтерам, да? Да. И в том числе... Да, тут двояк, даже по опиту Казани. Многие местные жители были очень рады нас видеть и говорили с удовольствием, мы вас примем еще раз. А кто-то же достаточно скептически относился и говорил... Дармоеды. Понаяхали тут. И в конце программы БЛИЦ. Волонтеры, как по-вашему, могут заменить комсомольские и пионерские организации, которые у нас существовали в СССР? Могут и заменят. Самое яркое впечатление от волонтерской работы, вот сколько вы ей уже занимаетесь? Самое яркое пока Казань. Победа наших над японцами в волейболе и, конечно же, закрытие игры в Казани было грандиозное. У волонтеров есть отпуск? Да, когда захотят. Тогда и берут. Да. Спасибо. Мария, это была Мария Комбышева, директор Центра подготовки волонтеров САФУ. Волонтерская деятельность может получить в России законодательную регламентацию. Осенью 2013 года в Госдуму планируется внести законопроект о волонтерах. Российские сенаторы обещают, что закон будет принят только после широкого обсуждения с общественностью, в том числе с привлечением пользователей интернета. Пока же для волонтеров существует только один закон – бескорыстный закон доброй воли. Вот такие дела. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова